Привет, друзья! Наверняка у многих из вас есть беспроводные наушники. Вот я несколько раз пробовал себе такие покупать, и каждый раз это был не очень удачный опыт. В итоге я остановился на вот этих вот проводных Sennheiser и сижу на них уже года два. Просто в моем сценарии нету такого, чтобы мне нужно было работать без провода. Больше всего меня раздражает задержка звука, но у Bluetooth хватает других недостатков. Это и худшее качество звука, моно при работе микрофона, дюжина кодеков, с которыми черт ногу сломит. Про проблемы Bluetooth мы рассказывали в ролике про недостатки современных интерфейсов. Безусловно, для многих беспроводные наушники просто must-have. Сейчас очень популярны TVS-наушники по типу AirPods. И вот у меня возник вопрос, а почему бы не передавать звук по Wi-Fi? Ведь мы без проблем смотрим через него даже 4K-ролики. В теории по Wi-Fi звук должен приходить в лучшем качестве, без каких-либо задержек, лагов. Почему до сих пор нет таких устройств? На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Давайте разбираться. Но сначала я хочу рассказать вам про мини-проектор нашего спонсора Ванклё Леджер 3. Хоть устройство и стоит недорого, это полноценный домашний кинотеатр с хорошей яркостью и простой настройкой с русским меню. Он поддерживает проводное подключение к ПК, смартфонам, ТВ-боксам, флешкам, жестким дискам и картам памяти. Проекционный экран 170 дюймов. Расстояние корректной работы до 5,5 метров с ручной коррекцией трапециедальных искажений. Проектор имеет два встроенных динамика по 2 Вт. Повышенный срок службы светодиодной лампы до 40 тысяч часов. Стоимость Вальклё Леджер 3 сейчас около 8 тысяч рублей. Это бюджетный вариант домашнего проектора, если цель создания хорошей атмосферы домашнего кинотеатра за небольшие деньги. Сейчас на Али на него действует скидка и быстрая доставка из России. Ссылка на проектор и промокод с купоном ищите в описании. Не секрет, что Bluetooth и Wi-Fi работают в основном в диапазоне 2,4 ГГц, где у последнего всего 14 каналов. Их уже мало для городских сетей, из-за чего данные попадают в пробки, сильно проседает скорость и растет задержка. Но при этом Bluetooth продолжает стабильно работать даже в таких условиях. Как ему это удается? Все просто. Он использует уже не 14, а 79 каналов шириной всего по 1 МГц. С одной стороны, это резко снижает возможную скорость передачи данных до нескольких сотен килобайт. Но с другой стороны, это позволяет реализовать очень интересную технологию AFH. Adaptive Frequency Happen. Адаптивная скачкообразная перестройка частоты. Направленную на помехоустойчивость. Она позволяет менять канал передачи данных аж 1600 раз в секунду. Представляете? При этом быстро определяются и игнорируются каналы, попадающие на рабочие сети Wi-Fi. Короче говоря, вызвать помехи при работе по Bluetooth достаточно сложно. А вот Wi-Fi этого лишен. Здесь смена канала ведет к разрыву соединения. Причем далеко не все устройства умеют сами подключаться к сети. И с учетом небольшого суммарного количества каналов, если к паре десятков роутеров, смартфонов, ноутбуков в многоквартирном доме добавить еще полсотни беспроводных Wi-Fi колонок и наушников, качество соединения упадет ниже плинтуса. И это же касается и задержки. Wi-Fi это по сути сужение широкополосного шоссе между быстрым внешним каналом роутера и компьютером. И чем больше данных от различных устройств хотят проехать, тем дольше они будут стоять в пробке. И пока на одном канале висит лишь одно устройство, никаких проблем с задержкой нет. Но стоит насесть на один канал в десятером, как и сотня миллисекунд задержки станет реальностью. И тут же возникает хороший вопрос. А почему задержку при просмотре фильмов по Wi-Fi мы не ощущаем? Ощущаем, но только один раз, при нажатии на кнопку play. После этого пакеты данных с видеорядом и музыкой на устройстве объединяются вместе и воспроизводятся синхронно. Так что никакой задержки при просмотре нет. Но почему мы видим, что звук отстает от картинки, если используем блютуз наушники? Все дело в том, что пакеты с видеорядом при получении сразу воспроизводятся. А вот аудио дополнительно отправляется на наушники. И это требует некоторого вполне ощутимого времени. Собственно, именно поэтому продвинутые плееры умеют компенсировать это, вводя искусственно отрицательную задержку на аудио, чтобы при реальном просмотре видео отставания звука не было. Разумеется, в играх мы будущего не знаем, поэтому отрицательная задержка тут невозможна, а 200 миллисекунд между выстрелом на экране и в ушах отлично заметны. Но стоп, почему такое большое время? Ведь блютуз вполне может передавать данные с задержкой всего 3 миллисекунды. Дело в том, что виноваты сами кодеки, которые очень любят буферизацию. Логика тут проста. Уж лучше передать звук весь и с задержкой, чем рвано и без нее. При постоянных прыжках между каналами, да еще и в условиях постоянных помех от Wi-Fi и всяких микроволновок, пакеты они все равно будут теряться. И разумеется, блютуз наушники будут запрашивать их у смартфона заново. А на это требуется драгоценное время. Практика показывает, что задержки в 100-200 миллисекунд вполне достаточно, чтобы даже на самых дешевых блютуз наушниках вместо прерывающихся хрипов получалось наслаждаться именно музыкой. Хотя, надо сказать, существуют кодеки с меньшей буферизацией, например, APTXLL, он обещает задержку всего 40 миллисекунд. Правда, и поддерживается не очень многими качественными наушниками и адаптерами. С учетом того, что буферизацию и по Wi-Fi никто не отменял, да еще к тому же будет собственная задержка из-за стоящих в пробках данных, блютуз тут выглядит интересней. Но есть же диапазон в 5 ГГц. Есть, но он не особо лучше. Да, каналов больше, 23 штуки, но не забываем, что многие сети в этом диапазоне умеют занимать и 2, и 4, и даже по 8 каналов для себя любимых. Мы рассказывали об этом подробнее в ролике о Wi-Fi. Более того, чем выше частота, тем ниже дальность уверенного приема. Из-за этого, чтобы добиться той же стабильности, что и на 2, и 4 ГГц, приходится увеличивать мощность и приемника, и передатчика. А это печально скажется на автономности. Особенно для наушников-капелек, которые и по блютуста работают 3-4 часа, это достаточно критично. К слову, это еще один плюс за блютуз. Эта технология долгое время развивается с прицелом на энергоэффективность. Так, есть даже специальный протокол Low Energy, при котором в режиме ожидания блютуз-передатчик потребляет всего 2,5 микроватта. Для лучшего понимания, это позволяет умному градуснику работать от одной батарейки таблетки целый год. С Wi-Fi, особенно если мы берем многоканальные соединения, все плохо. Реально это сотни милливатт. Да, в случае со смартфоном и тем более ноутбуком, это теряется в общем потреблении. Но вот для мини-наушников это уже много. И на этом проблемы Wi-Fi для передачи звука не заканчиваются. Мы привыкли к тому, что один передатчик, одна сеть. Да, в теории с костылями можно поднять на одном Wi-Fi адаптере две сети, но работать они будут поочередно. К чему приведут две сети на одном устройстве, и так понятно. Вырастет задержка у обоих Wi-Fi подключений, и соответственно упадет скорость передачи. В итоге мы получаем дилемму. Bluetooth помехоустойчив и энергоэффективен, но из-за этого имеет слишком низкие реальные скорости передачи данных, чтобы передавать без сжатия высококачественный звук. Wi-Fi обеспечивает гораздо более высокую скорость передачи данных, но куда менее устойчив к помехам и ощутимо прожорливей. Отсюда возникает вполне логичный вопрос. А почему бы не сделать специальную технологию только для беспроводной передачи звука на какой-нибудь свободной частоте? Звучит логично, но на деле здесь масса проблем. Во-первых, не получится просто взять и использовать какую-то частоту для передачи данных. В большинстве стран радиодиапазон жестко поделен, и достаточная его часть используется военными и спутниками. В итоге это привело к тому, что даже для 5G у нас нет какой-то общей частоты. Где-то используется 3,5 ГГц, где-то 5, а где-то и вообще под полтора десятка ГГц. Так что найти один свободный для всех диапазон сейчас огромная проблема. А если использовать разные, то придется делать множество несовместимых между собой версий наушников для кучи регионов. Или же в одну версию устанавливать сразу все необходимые антенны и передатчики для всего мира. Короче говоря, много головной боли, которая, разумеется, сделает такие наушники отнюдь не дешевыми. Во-вторых, софтовые и аппаратные проблемы. Раз мы хотим использовать новый диапазон, нужны новые антенны. И новые чипы, как для смартфонов, так и для наушников. Ну и, разумеется, новый кодек, который, опять же, нужно написать и отладить так, чтобы его легко могли применить сотни производителей на всей земле. Думаю, не стоит объяснять, насколько это на самом деле сложно. Что же мы получаем в итоге? Wi-Fi хорош своими скоростями и задержкой в благоприятных условиях. Но в случае с потоковой передачей звука нам нужна помехоустойчивость и энергоэффективность. А это уже к Bluetooth. Создание новой технологии, направленной только на передачу звука, большой геморрой, особенно если вспомнить, что все остальные беспроводные интерфейсы обычно мультизадачны. Но есть еще один важный фактор. Многим качества звука по Bluetooth вполне хватает. Во все эти киберкатлетные проекты можно поиграть и с проводом. Любители музыки используют потоковые сервисы или же хранят треки у себя на устройстве. Вопрос с Wi-Fi тоже остро не стоит. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время беспроводной звук с Bluetooth никуда не уйдет. Для многих его преимущества перевешивают недостатки. Дело раскрыто. Надеюсь, было интересно, чтобы и другие увидели этот ролик. Будет круто, если вы поставите лайк. Ну и напишите в комментариях, я обязательно все прочитаю. На связи был МК. Не забывайте, у нас есть сообщество ВКонтакте и канал в Телеграм. Подписывайтесь и читайте самые интересные и свежие IT-новости. Меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok